Саживайтесь, пожалуйста, и я продолжу рассуждать для того, чтобы сразу задать какой-то тон, какой-то фокус и настроить наше мышление на День Благодарения, чтобы когда мы потом будем петь и поклоняться, когда мы будем потом молиться, мы могли действительно молитвенно размышлять, мы могли, может быть, больше чего-то сказать Богу и через это получить благословение. Знаете, часто люди думают, что они хозяева своей жизни. И в каком-то смысле это действительно так, потому что Бог дал нам свободную волю, и мы можем по своему усмотрению решать, как нам жить, признавать Бога Богом или нет, творить зло или творить добро. Мы не ограничены в нашем повседневном принятии любых решений, но это лишь часть картины. Когда апостол Павел в 4 главе 1 послания Коринфянам писал о том, как следует относиться к нему и его сотрудникам, то предостерегал тех, кто превозносился над ним следующим образом. В новом русском переводе буду читать 1 Коринфянам 4.7. «Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чтобы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? То, что у тебя есть, на самом деле это риторический вопрос. Ответ подразумевается – ничего. И продолжение Павла в своей мысли об этом и говорит. Если ничего такого нет, то чего же ты хвалишься подаренным? То, что у тебя есть, на самом деле не твое. Потому что Бог является первопричиной, Бог является непосредственной причиной всего, что мы имеем, начиная с самой нашей жизни и заканчивая всеми нашими имущественными и неимущественными благами. И это уже одно. Если только мы даже эту простую мысль понимаем, должно смирять нас и переполнять нас благодарностью Богу. Если бы мы только об этом даже поговорили, подумали и начали молиться и поклоняться, я думаю, уже нам было бы что сказать Богу. Но я продолжу, я разовью мысль. Я зачитаю слова молитвы израильского царя Давида, записанные в 29 главе 1 книги «Паралипоминон» с 10 стиха. Тоже в новом русском переводе. 1 «Паралипоминон» 29, 10. Давид молится так, молился, да? «Благословен будь, Господи, Бог Отца нашего Израиля, во веки и веки». Торжественно звучит, согласитесь. «Твои, Господи, величие и мощь, великолепие, победа и слава. Ведь в небесах и на земле все Твое. Твое, Господи, царство, Ты над всем вознесен, как глава. От Тебя богатство и слава. Ты властитель всего. В руках Твоих сила и власть. Вознести и упрочить все. И сейчас, Бог наш, мы благодарим Тебя и хвалим Твое славное имя». Очень торжественно, очень мощно, очень величественно. И на самом деле после этого тоже можно было бы начать поклоняться. Но мы еще продолжим говорить. И на самом деле вот это и есть Божья картина мира. Обратите внимание на один из стих. «В небесах и на земле все Божье». Чтобы люди не думали об этом. А если это так, то как нам правильно воспринимать себя и все, что мы имеем? На мой взгляд, очень понятно об этом говорится в притче о талантах, которая записана в 25 главе Евангелия от Матфея, начиная с 13 стиха. Мы тоже можем проследить. Матфея 25, 13 стиха. «Поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это слова Иисуса Христа. Если кто-то не знает, Он в определенной обстановке, в определенных обстоятельствах рассказывает вот эту притчу. «Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. Одному он дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его способностям, а сам уехал». Вообще талант, для тех, кто, может быть, не знает, что это такое, это мера веса в те времена. Тогда такой мерой измерялись деньги, их взвешивали, чаще всего в серебре. И, как указано в одном из библейских комментариев, один талант равнялся плате примерно за 20 лет труда. Поэтому логично, да, что пять талантов равно плате за 100 лет труда, два таланта можно было заработать за 40 лет и один талант за 20 лет. И буквальный смысл этой притчи состоит в том, что, собираясь определенное время отсутствовать, некий хозяин дал своим слугам определенный капитал, как бы мы сегодня сказали. Понимая потенциал каждого из этих слуг, он доверил им разные суммы с учетом способности каждого использовать этот капитал и получить прибыль. Капитал, заметьте, немалый, потому что даже получивший один талант получил довольно много. Можете себе представить, что вам за раз предоставили все ваши доходы за 20 лет. А именно столько получил третий слуга. Что уж говорить о тех, кто получил два и пять талантов. Читаем дальше, 16 стих. Получивший пять талантов сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще пять. Получивший два таланта тоже приобрел еще два. А тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин. Прошло много времени. И вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. Как мы прочитали, двое из трех этих слуг вложили полученные деньги в дело. И к тому времени, когда хозяин вернулся, каждый из них смог увеличить доверенный ему капитал вдвое. Поэтому они могли порадовать своего хозяина. Написано дальше, что человек, которому было доверено пять талантов, принес и другие пять. «Смотри», — сказал он хозяину, — «ты доверил мне пять талантов, и я выручил еще пять». Хозяин сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга. Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». Заметьте, что хотя один слуга получил прибыль в пять талантов, а другой в два, оба они получили одинаковую похвалу. Потому что важно было не то, как много они принесут прибыли в абсолютных величинах. Важно было то, насколько они будут эффективно использовать именно то, что было каждому из них верено. То есть ожидания и спрос с них были пропорциональны тому, что они получили, ничего сверх этого. В результате верности старания первых двух слуг стали поводом к тому, чтобы хозяин приблизил их к себе и доверил в перспективе еще больше. К слову, обратите внимание, что наградой за прилежную работу стала еще большая работа. Двум слугам, хорошо выполнявшим свою работу, не дали повеление почивать на лаврах. Им даны еще большие задачи, еще большая ответственность в делах их хозяина. Но я читаю дальше, 24 стих. Затем пришел и тот, которому был доверен один талант. Господин, говорит он, я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся и поэтому пошел и спрятал свой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит. Хозяин же ответил, злой и ленивый слуга. Значит, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал? В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10 талантов. Каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток. А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Итак, мы видим, что третий слуга не только остался без похвалы и награды, но и вообще был изгнан вон, потому что закопал свой талант в землю и никак его не использовал, пока хозяина не было. Возможно, этот слуга решил, что получилось слишком мало, хотя мы уже с вами рассуждали, что это совсем не мало. И решил, что даже не стоит пытаться, наверное, пользоваться этим, потому что у него меньше, чем у кого-то. Но в итоге он потерял все, следуя такой тактике. Это буквальный смысл притчи. И если бы мы попытались одним предложением сформулировать то, о чем нам рассказывает она буквально на современном языке, то, наверное, могли бы сказать, что притча рассказывает об инвестициях крупного бизнесмена, располагающего большим капиталом. И о его реакции на усердие или нерадивость его подопечных. Но, знаете, Иисус рассказал эту притчу не для того, чтобы провести бизнес-тренинг, хотя сегодня мы можем проводить и бизнес-тренинги в церкви. Эта притча рассказана была им для того, чтобы люди что-то поняли о Божьей картине мира. Да, есть там определенные акценты в этой притче, но в контексте того, о чем мы сегодня говорим, мне хочется обратить внимание вот на что. Чтобы понять аллегорический смысл этой притчи, нам надо в образе хозяина увидеть Бога, а в образе слуг нас, людей. Итак, представьте, что хозяин — это Бог, а слуги — это люди. И произведя мысль на такую замену, мы сможем увидеть определенные важные идеи, которые заложены в этой притче. Во-первых, мы все что-то получили от Бога. Во-вторых, Бог ожидает, что мы будем эффективно использовать это. В-третьих, мы дадим Богу отчет о том, как мы использовали то, что Он нам доверил. И Бог поощряет эффективное использование того, что Он нам доверил, и наказывает бездеятельность и неиспользование вверенных им ресурсов. Может быть, еще можно делать другие выводы, но я остановлюсь на этом. Знаете, чаще всего эту притчу рассматривают применительно к тем особым способностям, которые мы получили от Бога, то есть к тому, что мы сегодня и называем, собственно, талантами. И из этой библейской притчи, кстати, и произошло вот это выражение известное, «зарыцовый талант в землю», которое означает, что человек имеет какие-то способности, но не использовал их, подобно вот тому третьему слуге, который получил один талант. И, конечно, это так, да, и это, безусловно, просматривается в этой притче, потому что Бог действительно каждому из нас дал те или иные способности. И это первый повод или один из многих поводов для того, чтобы мы были Ему благодарны, потому что Он снарядил нас определенным образом для жизни, работы, служения, творчества, для всего-всего в нашей жизни. И то, что мы имеем, мы имеем благодаря этим способностям. Но нам стоит увидеть больше того, что мы имеем от Бога. Помните риторический вопрос апостола Павла, который мы читали сегодня? «Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога?» А ничего такого нет. И действительно, все вообще, что мы имеем, мы получили от Бога. И это не только способности, которые у нас есть, это сама наша жизнь, которая дана нам Бога. И мы продолжаем жить по милости Божьей. Знаете, очень много людей в самом разном возрасте уходят из жизни, и порой мы не можем это себе никак объяснить. И то, что каждый из нас продолжает еще жить, независимо от того, сколько нам лет, — это милость Божья. Наши семьи доверены нам Богом, чтобы мы являли им Божью любовь и заботились о них. Наши финансы и имущества доверены нам Богом, чтобы мы мудро ими распоряжались. И вот как только мы познаем эту Божью картину мира, мы понимаем, что на самом деле, как в этой притче сказано, Господь — владелец всего, а мы — только распорядители, которым что-то доверено. И наша ответственность в том, чтобы мы воспользовались этим максимально эффективно и приносили пользу Богу и Его творению, начиная с самых близких нас людей. Если мы живем так, то Бог может доверить нам еще больше. И когда мы однажды встретимся с Ним, то получим от Него хорошую оценку и разделим вечную радость, как этих первых два слуги. Еще раз подумайте над этой мыслью Павла. Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Возможно, кто-то думает о том, что все, чего мы добились в жизни, — это наша заслуга. И порой, если ты человек в чем-то успешный, действительно такое искушение есть. Но, знаете, это лишь отчасти так. Потому что раз наши способности и особые таланты, что сложно оспорить, действительно получены нами от Бога, то все, чего мы добились в жизни, — это как прибыль, по сути, которую мы получили, используя то, что Бог нам доверил. Да, наша ответственность в том, чтобы не зарыть свой талант в землю, чтобы развивать и использовать свои дары. Да, нам нужно прилагать усилия, чтобы наличие способностей или таланта, ну, вернее, потому что наличие способностей и таланта само по себе не является гарантией того, что человек не повторит судьбу вот этого нерадивого слуги с одним талантом. И я ни в коем случае не согласен с рассуждениями в стиле, конечно, тебе все легко дается, ты же такой способный или ты же такая способная. Я точно знаю, что за любым успехом, за любым достижением, за любым хорошим результатом стоит много личного труда. Стоит посвященность, стоит усердие, стоит отказ от определенных возможностей или от определенных благ. Иногда можно многим пожертвовать. Поэтому я нисколько не умоляю нашей человеческой части. Но все же в контексте того, о чем мы говорим сегодня, чтобы мы не умножали на ноль, мы все равно получим ноль. И если вдруг в ком-то взыграет гордость при мысли о том, как я хорош, или как я хороша, или как многого я достиг, или как многого я достигла, то стоит смиренно вспомнить, что вообще-то нами еще в зародыши без каких-либо усилий и заслуг с нашей стороны были на генетическом уровне получены определенные индивидуальные особенности, включая наш темперамент, включая наши умственные способности, потенциал нашего тела, если кто-то в этой сфере чего-то достиг или хорошо выглядит, наши склонности к точным наукам или любому виду искусства. И уже потом мы развивали и использовали все это, чтобы чего-то достичь или выглядеть, например, так, как мы выглядим сегодня. Возможно, кто-то воспринимает детей как свою собственность, но это не так. Наши дети — не наша собственность. Это Божьи дети, которых Он нам доверил на время для того, чтобы мы окружили их любовью и заботой, чтобы мы помогли им вырасти и однажды отпустили их в свой собственный путь. Никто из нас не может оставить их для себя. Дети — это отдельные личности, у которых свои отношения с Богом и свой жизненный путь. Возможно, кто-то думает о своей жене или о своем муже, что это моя собственность. И в каком-то смысле, опять же, это, наверное, так. Мы вообще люди очень собственники по натуре своей, и нам важно понимать, что что-то принадлежит нам или кто-то принадлежит нам эксклюзивно. И в этом суть, в принципе, заветных брачных отношений. Но, тем не менее, моя жена мне не принадлежит. Это Божья дочь, которую Бог вверил в мое попечение, чтобы я о ней заботился, чтобы она чувствовала, что любима и что ее ценят, чтобы она вместе со мной могла приносить на землю Божью любовь, заботясь о Божьем творении и прославляя его имя в своей жизни. Люди часто смотрят на то, что есть в их жизни, повторюсь, как на исключительно свои достижения. Но Божья картина мира в том, что Бог владелец всего, а мы только распорядители. И вопрос, над которым нам стоит регулярно размышлять, анализируя свою жизнь, и в том числе, или, может быть, особенно сегодня, звучит так, как я распоряжаюсь всем тем, что доверил мне Господь, и что, в принципе, Он мне доверил. Осознаем ли мы в действительности, что все, чем мы обладаем, мы получили от Бога? И речь не только о деньгах или каком-то имуществе, но вообще-вообще обо всем, чего мы смогли достичь. Понимаешь ли сегодня ты, что твоя жизнь и твои способности это от Бога? Они дарованы им, чтобы мы распоряжались ими с мудростью и благодарным сердцем. Если кто-то сегодня смог получить определенное образование, иметь определенную работу, зарабатывать те доходы, которые есть, заботиться о своей семье, возможно, нести служение и быть кому-то полезным, то все это потому, что Бог дал нам определенные ресурсы, способности и возможности, сложив при этом время и случай, благодаря которым мы могли стать тем, кем мы есть, и быть там, где мы есть сегодня. И последнее, но не по важности отнюдь. Есть еще одна важная сфера, в которой нам важно видеть Божье участие в нашей жизни и быть благодарными за то, что Он делает для нас. Мы, люди, живем в мире отношений. В частности, отношений глобально, в трех плоскостях. У нас есть отношения с Богом, у нас есть отношения друг с другом, и у нас есть отношения с самими собой. И вот когда-то, на заре человечества, в эти отношения проникла дисгармония во все три сферы. Потому что Адам и Ева согрешили. И с каждым последующим поколением людей наши отношения во всех этих трех направлениях становились только хуже. В каждом человеке живет вот это чувство потерянного рая. Мы внутренне понимаем, что должно быть как-то по-другому в моих отношениях с собой, в моих отношениях с Богом, в моих отношениях с другими людьми. Но порой, что бы мы ни делали, мы не можем улучшить свою жизнь настолько, насколько бы нам хотелось. Мы постоянно натыкаемся на то, что сами испытываем боль или разочарование, или чувство вины, или причиняем другим боль, разочарование. И мы находимся как будто вот в какой-то ловушке. И на протяжении истории многие люди пытались как-то решить вот этот вопрос дисгармонии. кто-то через какие-то философские концепции, кто-то через аскетизм, кто-то через отказ от всех желаний. И даже люди, которым Бог открылся, а из Библии мы знаем, что это был израильский народ, который Бог избрал для того, чтобы через него дать миру Писание, чтобы через него дать миру Иисуса Христа во плоти. Даже израильский народ до определенного времени пытался приблизиться к Богу, пытался разрешить вот эту проблему дисгармонии в отношениях со Всевышним какими-то своими собственными усилиями. Но какие бы ритуалы люди не совершали, они лишь показывали нам наше несовершенство, они указывали на то, что есть какая-то проблема, которая нуждается в разрешении, но вместе с тем это не избавляло их глобально от чувства вины, это не приводило их в гармонию с собой, с Богом и с окружающими людьми. И поэтому эту проблему Бог решил сам в Иисусе Христе. Друзья, если мы понимаем вообще, что Бог нам предложил, и многие уже этим воспользовались в Иисусе Христе, то одно только это, что бы ни происходило в нашей жизни, безусловно, должно переполнять наше сердце благодарностью. Знаете, я недавно перечитывал биографию Мартина Лютера. Многие знают, что это один из деятелей реформации, который жил и творил на рубеже 15-го и 16-го веков. Кстати, 31 октября день реформации, европейский. И его путь к Богу мне напоминает путь многих из нас. Он был достаточно религиозным человеком. Он, получив юридическое образование, тем не менее не стал заниматься юридической практикой, достаточно престижной, достаточно прибыльной, даже в те времена. Он ушел в монастырь, он стал священнослужителем. Потом его направили учиться на теологический факультет Виттенбергского университета, где он дальше продолжал тоже преподавать. И даже будучи священнослужителем, и даже уже будучи преподавателем определенных богословских дисциплин, он, тем не менее, не находил мира своей душе. Он пытался воспользоваться всеми доступными на то время известными католической церкви, потому что он был ее частью, средствами и способами приближения к Богу, примирения с Богом, получения спасения, наверное, если вот этим понятием оперировать. Он вел достаточно аскетический образ жизни. Он старался соблюдать все посты. Он совершил паломничество однажды в Рим, которое его разочаровало полностью, увидев то, как живет римское священство. Он регулярно исповедовался. Но, как он писал сам, только выйдя с исповеди, он вдруг вспоминал, что еще есть какой-то грех, который он не исповедовал. И он понимал, что этот грех налагает на него чувство вины. И он никак не может заслужить прощения от Бога. И вот это состояние виновности перед Богом, понимание Бога, как сурового карающего судьи, было доминирующим в Средневековье. И сегодня для многих Бог является таким. Но однажды, когда ему нужно было проповедовать, вернее, преподавать послание к римлянам, и он начал изучать то, о чем писал апостол Павел, ему вдруг открылся божественный смысл спасения по вере. Праведной верою жив будет. Как он сам признается, вот в тот момент произошло его обращение настоящее. В тот момент он действительно понял, что что бы он ни делал, даже в плане религиозных каких-то своих потуки усилий, не могло примирить его с Богом. Не могло привести к тому, что он может заслужить спасение перед Богом, потому что все равно оставалась какая-то греховная часть. И вот в этот момент, в таких обстоятельствах своей жизни, он вдруг получил через Библию вот это уникальное откровение, что на самом деле мы и не можем ничего сделать, чтобы заслужить Божье одобрение, даже если это любая религиозная практика, предлагаемая любой из христианских конфессий. На самом деле, для того, чтобы мы могли пережить Божье прощение, для того, чтобы мы могли начать новую жизнь, для того, чтобы мы могли не чувствовать эту вину перед Богом, перед своей совестью, есть только один путь – покаяние и признание Иисуса Христа своим Спасителем. Если только нам откроется эта божественная истина о том, что на самом деле Иисус Христос заслужил для нас прощения, через Иисуса Христа, умершего за наши грехи, Бог может принять нас, несмотря на то, что мы продолжаем оставаться грешниками. Это может быть началом большого пути, если кто-то еще по этому пути не пошел. А если кто-то уже пошел, давайте вспоминать об этом почаще, что на самом деле мы могли иметь определенную степень праведности по человеческим понятиям, но с точки зрения абсолютных Божьих категорий, с точки зрения абсолютной Божьей святости мы все равно не могли, не можем и никогда не сможем ничего этого достичь. Наша природа испорчена грехом изначально. Мы все наследуем его с каждым поколением, живущим после нашего прародителя Адама. И Иисус Христос эту проблему решает. Он предлагает нам сегодня примириться с Богом через его жертву. Знаете, кто-то рассуждает о том, что я каюсь, но все равно потом буду грешить. Так смысл каяться? Может быть, уже подсобирать грешков, покаяться за какой-то период, потом заходить на новый круг. Но хотя даже люди, обратившиеся искренне к Богу, действительно периодически исповедуются и каятся в чем-то, но если это обращение было истинным и искренним, Бог меняет нас изнутри, Бог принимает нас в свою божественную семью, Бог делает нас другим творением, настолько другим, что Иисус говорил о неком новом рождении, которое может пережить наш внутренний человек. И мы обретаем потенциал жить совершенно другой жизнью. Уходит вина, уходит стыд, уходит страх. И мы имеем дерзновение называть Бога своим Отцом. Мы имеем силу внутреннюю и способность говорить о том, что мы Божьи дети, что мы христиане, мы люди, последовавшие за Христом. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, я призываю нас размышлять о любом из пунктов, о которых я говорил. Можем обо всем сразу, но в любом случае я призываю всех присутствующих попытаться найти какой-то один, два или несколько, но конкретных пунктов, за которые мы действительно можем сказать Богу спасибо. Пусть наша молитва будет конкретной и целенаправленной. Пусть мы действительно будем сегодня переполнены вот этой хвалой и этой благодарностью. Аминь. Давайте будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!